В этом фильме мы предлагаем взглянуть на перспективы, о которых многие мечтают, но мало кто верит. И вместе убедиться, что никакой преграды нет. Вы, наверное, знаете про эксперимент с рыбками. Если разделить аквариум прозрачной перегородкой, рыбки не смогут заплыть за нее. И если перегородку убрать, рыбки еще долго останутся на привычной территории. Подобных экспериментов много. Например, опыт с блохами, которых закрывали в банке. Обнаружив препятствие, блохи начинали прыгать на высоту крышки. Причем это продолжалось даже когда крышку снимали. То же происходит, когда маленького слоненка привязывают колушку, которую он не может выдернуть. И даже когда слон вырастает, то не считает себя достаточно сильным, чтобы убежать. Подобное поведение в психологии называется выученная беспомощность. Этот феномен изучается учеными и все больше интересует людей, которые понимают, что живут по старой привычке, хотя современные возможности неизмеримо больше. С одной стороны мы сами устанавливаем свои границы, с другой постоянно сталкиваемся с ограничениями извне. В любом случае пришло время переступить черту и открыть новую главу в истории человечества. Это вызов старой системе, которая каждый день повторяет. Криптовалюта, блокчейн, электронная демократия. Не трогайте эти вещи. Они опасны. Вы ничего в этом не понимаете. Это началось давно. Мы смотрели фильмы, читали книги, обсуждали теории и мечтали. Мы чувствовали, что мир может быть лучше, потому что всюду находили примеры таких улучшений. Паровой двигатель сменился бензиновым, а затем появились электромобили. Гонцы уступили место телеграфу, затем появился телефон и, наконец, беспроводная связь. Люди научились упаковывать опыт в книги. Так возникли библиотеки. А потом интернет. И человечество совершило качественный скачок в знании. Так было во всем. И только одно явление принципиально не менялось уже несколько тысяч лет. Государство. Монархия, демократия, авторитаризм – все они возникли раньше, чем наша культура. Считается, что среди остальных демократия наиболее гуманна. Но по факту она кажется не тем, что представляет из себя на самом деле. Демократия возникла как система самоуправления в античном полисе, который редко превышал 5000 человек. При этом гражданами считалась небольшая прослойка людей, примерно 15% населения. Существенный нюанс. Демократия в то время была прямой. То есть каждый гражданин мог прийти на городскую площадь, выдвинуть собственный законопроект и проголосовать за или против других законопроектов. А также высказаться и попытаться убедить остальных в своей правоте. Но с течением времени демократия стала представительской. И это в корне изменило все. Мы уже не можем напрямую выражать свою волю в решении государственных вопросов. За нас это делают парламентарии, которые официально представляют наши интересы. По крайней мере так утверждается. Но вспомните, когда кто-то в парламенте озвучивал лично вашу позицию по налогам, армии, здравоохранению или приоритетам развития страны. Вместо этого мы постоянно слышим о коррупционных скандалах, связанных с лоббированием большого бизнеса. Демократия давно осталась только на бумаге, а по сути стала слугой большого бизнеса и его апогея – государство. Примерно то же, что произошло в олимпийском спорте. Вместо того, чтобы быть соревнованиями тела и духа, это состязание химической промышленности в накачке спортсменов неизвестными допингами. И хотя все это делают, никто не признается. Власти оправдывают представительскую демократию тем, что инструментов для выражения гражданской позиции не существует. Но это ложь. Мы заказываем товары через полмира, ведем онлайн-трансляции, получаем таргетированную рекламу. Технологий достаточно. Власти просто не хотят их использовать ни для чего, кроме запретов и контроля. Появление блокчейна принципиально изменило все. Эта технология защищает данные и обеспечивает уровень свободы, который раньше не был доступен. Подделать бюллетень легче, чем результаты голосования на блокчейне. Но мир разделился на две части. Одни видят в блокчейне перспективы и внедряют их. Другие банят страницы в Википедии и запрещают криптовалюты. Конечно, блокчейн нельзя запретить. Это исторический факт, который свершился. Но попытки помешать его распространению означают, что власти хотят сохранить контроль над людьми и боятся передать народу контроль над государством. Государства пугают нас тем, что без них мы не справимся. Это напоминает родителей, которые не осознают, что их дети выросли и интегрированы в современный мир гораздо лучше. Нам говорят, что мы себя не прокормим, не защитимся от захватчиков, не получим достойное образование и здравоохранение. Но частные компании прекрасно с этим справляются, а конкуренция только повышает качество услуг. В силу привычки многие считают, что есть сферы, в которых без государства никак. Но задумайтесь вот о чем. В начале двухтысячных никто не предполагал, что лицо мировой космической программы изменит частный стартап SpaceX. То же происходит и с банковской сферой. Стартап Simple.com начался как частная инициатива пары человек. И за менее чем 10 лет им стали пользоваться миллионы вкладчиков. Инновационная компания Faraday за 5 лет прошла путь от небольшого стартапа до корпорации с собственным заводом в пригороде Лас-Вегаса. И сегодня вы можете создать автомобиль под собственным брендом. Что это значит на самом деле? Только то, что в силу развития технологий люди способны самостоятельно управлять все более и более сложными процессами. А значит создание альтернативных форм государств, в том числе децентрализованных, не за горами. Пора выйти за рамки выученной беспомощности. Давайте разберемся, что такое классическое государство в самом общем виде. Ведь только убрав обилие деталей, мы увидим простую суть. Первое. Прежде всего, государство – это целостность территории. Мы привыкли к тому, что это хорошо, ведь наши дома имеют стены и двери. Но нужны ли они в стране? Большинство проблем, которые мы наблюдаем, происходят не из-за слабых границ или внешних врагов, а из-за людей, которые живут рядом с нами. В 21 веке мы уже осознаем, что наш истинный дом – планета Земля, а не кусочек территории на ней. Так что территория – устаревший признак государства, без которого сегодня можно обойтись. Второе. Государство – это набор правил на территории. Но, как мы уже разобрались, лично вы к утверждению этих правил не имеете отношения. Вы не можете на них повлиять. Нравятся они вам или нет, вы обязаны подчиниться или будете наказаны. Третье. Деньги. Мы привыкли к ним, как слон колышку. Но привычное не означает рациональное. Смотрите, как это устроено. Государство печатает некую сумму денег, и они вливаются в экономику. Чтобы запустить бизнес, предприниматель занимает деньги у банка, обязуясь вернуть их с процентами. Но денежная масса, которую нужно вернуть, вместе с процентами превышает объем реально существующий. И поэтому Центральный банк допечатывает новые деньги, чтобы количество банкротов не превышало социально опасный предел. Денег становится больше. Но количество работы, которую за них готовы сделать, остается прежним или уменьшается. Так возникает инфляция. По сути, инфляция и есть скорость, с которой Центральный банк выпускает новые банкноты. Если задуматься, становится понятно, что раз начав, этот процесс не остановить. Денег будет становиться все больше, в то время как реальная экономика может развиваться гораздо медленнее или даже приходить в упадок. Деньги всегда дешевеют, но никогда не обесценятся полностью. Не самая перспективная модель, но выгодная для тех, кто деньги печатает. Важно понять, что деньги, какими мы их знаем, просто концепция. Причем не единственно возможная. Блокчейн показал, что финансовая система может быть децентрализованной и прозрачной. А деньги могут быть дефляционными, как, например, биткоин, эмиссия которого ограничена. А значит, он будет только дорожать. Но классические государства запрещают любые эксперименты с финансами просто потому, что боятся потерять контроль над деньгами, а значит, над людьми. Четвертое. Армия. Нужна ли она государству? Мы уверены, что сегодня даже крупные конфликты нужно решать, не применяя насилие человека к человеку. Для этого есть другие поля. Правовое, информационное, экономическое. Мы не призываем отказываться от армии немедленно, но в перспективе хотим жить на планете, свободной от оружия. Пятое. СМИ, которые комбинируют новости и мнения таким образом, чтобы управлять общественным мнением. Так или иначе, политика большинства из них сводится к поддержанию власти, а не к истинным ценностям народа. Перспектива. И мы задумались. Если люди летают в космос, используют беспроводную связь и интернет, то каким может быть новое государство? Ведь старое возникло еще во времена рабовладельческого строя. И по сути осталось верным своей природе, просто научилось выглядеть современно. Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя, кто полагает свободным атаков. Геты. Что же нужно нам от государства сегодня? Мы хотим экономической и правовой среды, в которой нам будет комфортно самовыражаться и вместе с единомышленниками двигаться к общей цели. Мы хотим преображать мир в соответствии с вечными ценностями и передовыми технологиями. Мы хотим, чтобы государство было системой с открытым исходным кодом, в которую каждый гражданин может внести свою лепту. Чтобы оно постоянно обновлялось и развивалось, как программное обеспечение, которое делится на стабильные билды и экспериментальные беты. Мы хотим прямую демократию и другие прогрессивные вещи, которые стали возможными благодаря блокчейну и другим технологиям. Что это значит? Государство, которое нам действительно нужно, всего лишь сервисная компания, а граждане – ее клиенты, которые своими налогами оплачивают тот или иной пакет услуг. Если паспорт одной страны дает безвизовый въезд в 50 и более стран за 3% налогов, а другой – 10 стран за 15% налогов, выбор очевиден. И так со всем остальным. Мы хотим набор актуальных, ненавязанных нам сервисов. И те законы, которые мы сами выбираем для себя. Формы брака, сексуальной реализации, гендерной идентификации, употребления или воздержания от определенных веществ, даже служба в армии, которая кому-то может быть интересна просто как полугодовое приключение. Мы сами в состоянии решать, чего хотим. Мы и есть государство. И мы задумались, какие шаги можно сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к тому миру, который мы хотим. Миру большей справедливости и использованных возможностей. И мы поняли, что имеем достаточно инструментов для того, чтобы это совершить. Нужно просто собрать их в рабочую систему. У нас есть видение того, что мы хотим. Есть готовые к этому люди. Есть технические ресурсы и сервисы. Осталось только программное обеспечение и экономическая модель. Армия? Она нам не нужна. Территория? Мы верим в экстратерриториальное государство. За технологическую основу мы взяли блокчейн и сосредоточились на разработке экономики. Какой она может быть? Другой. Альтернативной тому, что мы видим в классических государствах. И мы решили пойти от обратного. Что если не граждане платят налоги государству, а государство гражданам? Эта дикая на первый взгляд мысль оказалась реальной. Так возник Децентурион. Продолжение следует... Свободной экономики. И он пришел. Существующие государства – последний рубеж сопротивления. И они уйдут. На их смену придут новые модели, построенные на блокчейне. Такие как Децентурион. Как это устроено? Для начала мы воплотили в Децентурион самую эффективную на сегодняшний день экономическую модель, которая обеспечивает гражданам постоянный доход. С момента публикации этого видео она существует и развивается прямо сейчас. Все началось с эмиссии токенов Децентуриона. Всего запланировано три этапа эмиссии, в каждой из которых распределяется 10 миллионов токенов, суммарно 30 миллионов. Для удобства токены Децентуриона были привязаны к эфириуму и бесплатно распределены между владельцами этой криптовалюты пропорционально объему владения. С одной стороны, это продиктовано удобством, поскольку блокчейн эфириума с его системой смарт-контрактов является крупнейшей в мире технологической платформой. Она позволяет совершать операции с токенами Децентуриона на внешнем рынке буквально в несколько кликов. С другой стороны, среди основных владельцев эфириума наряду с владельцами биткоина ключевые участники рынка криптовалют, евангелисты и идеологи этого мира. Распределение токенов Децентуриона среди них позволяет создать максимально эффективный первый круг, что действительно важно для становления первого блокчейн-государства. Каждый токен не только часть финансовой системы Децентуриона, но и потенциальное гражданское соглашение, которое при активации становится смарт-контрактом, определяющим отношения гражданина и Децентуриона. По сути, это паспорт. Для активации смарт-контракта пользователь переводит один токен в систему, где он замораживается, а остальные токены остаются на его счету. Например, на одном из этапов эмиссии некто получил 10 тысяч токенов Децентуриона. Это значит, что после активации смарт-контракта на его счету останется 9 999 активных токенов. Те, кто не получил токены Децентуриона, но хотят стать его частью, могут купить их на лендингах активных граждан. Как только пользователь становится гражданином Децентуриона, он получает персональный лендинг-пейдж и руководство по грамотной экономической деятельности, которая приведет его к существенному заработку. Возможность заработка основана на том, что каждый гражданин Децентуриона регулярно, бесплатно получает токены всех стартапов, заходящих на ICO в Децентурион, пропорционально количеству токенов Децентуриона, которыми он владеет. Условный МАЙК, у которого было 10 000 токенов, один в смарт-контракте плюс 9 999 в активе, получит 0,33% от поступивших в Децентурион токенов каждого стартапа, что в абсолютном объеме составит от 10 000 до 30 000 токенов. И получать подобные объемы гражданин будет каждые 2-3 дня. Вместо того, чтобы просто владеть токенами, МАЙК начинает торговать ими со своей страницы за любую ликвидную криптовалюту, например, биткоин. Эти торги обеспечивают капитализацию ICO-стартапа и рост ценности токенов Децентуриона. Как это возможно? Дело в том, что для стартапов Децентурион представляет собой уникальный маркетплейс, не имеющий аналогов в мире и превосходящий по КПД все остальные. На практике классические ICO приносят стартапу от 10 до 20 миллионов долларов и несколько тысяч пользователей. При этом у стартапа остается максимум 10% собственных токенов. Выходя на рынок Децентуриона, стартап в лице граждан системы, среди которых он распределяет свои токены, получает не просто пользователей, а сотни тысяч активных реселлеров, при этом оставляя себе не менее 50% собственных токенов. Вначале стартап получает ноль фиатных денег, но по мере продажи токенов Децентрализованными реселлерами их цена растет до совершенно иного уровня. Токен экономика стартапа, имеющего сотни тысяч, а то и миллионы пользователей, несопоставимо со стартапом, собравшим пару тысяч активных юзеров. Такая экономика легко достигает сотен миллионов долларов. Просто сравните. Получить 10-15 миллионов долларов, потратив серьезнейший рекламный бюджет, время и силы, оставшись при этом с парой тысяч юзеров, минимальной экономикой и 10% токенов, или без усилий и моментально получить миллионы пользователей, создав токен экономику размером в сотни миллионов и получить при этом до 50% токенов, всего лишь отказавшись от первичного сбора. Разве выбор не очевиден? Что до граждан, то их статус представлен тремя ключевыми параметрами, основанными на количестве токенов Децентуриона, которыми они владеют. Деньги. Все поступающие в Децентурион токены стартапов без остатка распределяются между гражданами, согласно их владению токенами Децентуриона. Власть. Каждый гражданин лично определяет, токены каких стартапов принимать, выставлять на продажу и по какой цене. Слава. Децентурион реализует токены только через лендинги граждан, и поэтому автоматически ранжирует и промутирует их. Это значит, что наиболее значимые резиденты попадают в топ-10 или топ-100 по городам и в целом, что дает им дополнительные преимущества. Принимая токены стартапов, гражданин позволяет каждому продукту выйти на внутренний рынок через его личный лендинг-пейдж и сам рекламирует, продвигает и продает токены. В результате на лендинге каждого активного гражданина будут размещены десятки, а впоследствии и сотни наименований токенов. Это значит, что каждый, развивая маркетинговую активность, а возможно и выстраивая отдел продаж, сможет довести свой доход до очень существенных сумм. Здесь совершенно иная экономика эмиссии. И даже если говорить о среднем токенхолдере, входящем в топ-10 тысяч пользователей, его годовой доход со временем должен превысить 1 миллион долларов США. Когда мы впервые задумались о блокчейн-государстве, нас переполняло множество идей. Смарт-контракты, вики-конституция, скриптовый автозакон. Но вскоре мы поняли, что для начала нужна реальная платформа, действующая экономика. Именно она позволит создать электронное государство и воплотить все то, во что мы верим и что делает реальным блокчейн. На следующем этапе мы хотим разработать среду для формирования рабочих групп и ввести дополнительные опции реализации токенов. В перспективе мы хотим создать инструменты прямой демократии, позволяющие гражданам до Центуриона регулировать политическую, экономическую и социальную жизнь в онлайне и за его пределами. Мы хотим предоставить каждому гражданину условия заниматься теми проектами, которые его вдохновляют. О чем вы мечтаете? Работать над кодом закона или развивать отношения с регуляторами? Заняться символикой социальных групп или социальной архитектурой? В Децентурионе ценностью является возможность каждого человека заниматься созидательным трудом и самовыражаться вместе с единомышленниками. Мы считаем, что люди – главная ценность государства, поэтому лояльность к гражданам – залог не просто успеха, а вообще существования будущих государств, которые должны стать клиентоориентированными и конкурентноспособными. Мы можем создать уникальную среду, в которой сопротивление для развития будет минимальным. Уже сегодня компаниям не нужны такие вещи, как юридические лица, банковские счета, налоговая отчетность. Это просто вынужденная когда-то мера, а сегодня – атовизм. Все это в блокчейне происходит автоматически. Людям не надо тратить на это свое время. Мы создаем совершенное самоуправляемое общество, чтобы продемонстрировать всему миру это, как пример, единственной эффективной модели государственного устройства. Мы создаем государство для народа, в котором богатство, власть и слава на 100% передаются гражданам. Мы создаем государство, где налоги платятся не резидентами, а резидентам. Граждане – это ресурс. И этот ресурс – ценность, которую невозможно переоценить. Каждый гражданин является полноценным акционером государства и получает доход, право голоса и паблисити, прямо пропорционально объему токенов, которыми он владеет. Каждый гражданин участвует в управлении государством, развитием экономики, пропаганды. Каждый выбирает свою роль, и эта роль определяется исключительно интересами гражданина. Децентурион – государство с максимальной плотностью долларовых миллионеров, выдающихся специалистов и созидателей на душу населения. На сегодняшний день это не только лучший рынок потребления в мире, но и передавая область человеческого опыта в практике децентрализованного взаимодействия. Классические государства могут быть не в восторге от децентуриона, но не смогут его запретить. Все потому, что децентурион ничего не продает своим гражданам. Все токены распределяются бесплатно. Это лишает регуляторы возможности юридически ограничить хождение токенов. Государство, каким мы его знаем, здорово помогло людям. Но мир изменился. Сегодня мы можем жить иначе и исследовать другие формы – экономики и права, бизнеса и творчества, самовыражения и взаимоотношения. И мы пробуем. Нет нужды ни с кем враждовать. Мы приглашаем государство к диалогу. Могут ли они без силовых мер, без информационной блокады просто объяснить, почему их модель эффективнее и лучше? Так же, как это делаем мы – группа энтузиастов. Когда братья Райт испытывали первые самолеты, им смеялись в лицо. Аппарат тяжелее воздуха не может подняться. А теперь весь мир летает на самолетах, хотя мало кто представляет, где и как возникает подъемная сила. Мы – обычные люди, которые увидели, как можно жить легче, богаче, интереснее. Все это возможно уже сегодня. Если вы понимаете ценность этого и готовы присоединиться, мы открыты. Чем больше власти в одних руках, тем больше дисгармония. Власть может быть децентрализованной. Конституция сводится к нескольким строчкам кода. Нет границ, нет конфликтов за территорию, нет оружия, нет войны. Мы хотим пробудить дух созидания и посмотреть, что мы можем сделать, опираясь на представление о прекрасном. И приглашаем всех, кто нас слышит, принять участие. Чтобы начать, достаточно сделать клик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...